Привет-привет! Меня зовут Тарас, мы находимся у моего домашнего аквариума. И для этих эуфилий я даже освободил на переднем почетном плане, на переднем почетном плане освободил для них место. Если вы помните, у меня жили там прекрасные такие три больших топетума. И вот если вы сейчас посмотрите, а вы видите, что этих эуфилий здесь нет. Итак, почему я вам расскажу свои приключения с эуфилями. Эуфилия относятся к ЛПС-кораллам, то есть они строят свой кальциевый скелет, очень твердый, пористый и одновременно хрупкий. В зависимости от вида эуфилии этот скелет может расти либо такими рапушками, либо головами, ветками. В этот весь скелет она может в случае опасности спрятаться, то есть полностью вот это все тело, вот эти все щупальца, они уходят внутрь. Хочу также отметить, что из-за особенностей скелета эуфилии ее достаточно трудно фраговать. Ну, не прямо трудно фраговать, но нужен некоторый опыт и навыки, потому что, как правило, эуфилия ломается не так, как вы планируете. Ну, а так как она ломается не так, как вы планируете, можно повредить тело своими нюансами, ребята. Эуфилия достаточно агрессивный коралл. Он может сжечь своими длинными щупальцами те кораллы, которые находятся рядом. И достаточно злой, потому что может сжечь родственников эуфилия других видов. Если она не может достать до коралла, который на некотором удалении, она не ленится вырастить такую длинную-длинную щупалку, которым она достает и жалит все равно. То есть очень такой коварный, коварный коралл эуфилия. Раньше в моем аквариуме были три вида эуфилия, три или четыре вида эуфилия. Они выросли с маленьких таких фражков, достаточно большие, такие колонии красивые. Но я понял, что они мне не нравятся. Почему они не нравятся? Потому что они достаточно яркие. Когда я начал смотреть инстаграм американских всяких риферов, начал смотреть сайты, продающие американские, скажем, ресурсы, я понял, что эуфилии, которые бывают, ну, очень яркие, бывают очень красивые, а мои эуферы коричневые, они у меня уехали. Вот эти три эуфилии, которые ко мне попали, три фрага эуфилий, они отличаются тем, что они красивые. В отличие от всего, что у меня было, это красивые яркие кораллы. Один из них Golden Torch, он не самый дешевый коралл. Цена за одну голову около 150 условных единиц. Второй коралл, который у меня появился, это Green Torch. Цена на него порядка 20 долларов за одну голову. Ну и вот еще один, я даже не знаю, как он называется, но очень-очень красивый. У него такие, скажем, не очень яркие щупальца, но кончики очень такие флюрящие, особенно когда в синем цвете, в темноте, просто вы видите одни вот эти вот летающие щупалки. То есть крутой коралл. За эти три фрага кораллов я хочу отдельную благодарность передать Александру Ананеву. Саша, большое спасибо. Этот коралл, эуфилия, приезжает к нам в страну из Вьетнама, Индонезии и Австралии. Да. Индонезия, как вы знаете, если вы знаете, в последних несколько лет она закрыта к вывозу кораллов, и оттуда ничего не вывозится. У тебя там очень красивый коралл. Остает Австралия. Австралия, многострадальная Австралия, она очень маленькая. У них есть очень красивые, яркие кораллы, но она очень маленькая. Страна кораллов дает поверниченное количество, и их все забирают в страны, такие как Америка и Европа, Западная Европа. Они их выкупают полностью, получают какие-то эксклюзивы, и все супер красивые кораллы уезжают в Америку. Там эти кораллы за красивые экземпляры эуфилий, желтые, оранжевые, они стоят, могут несколько тысяч долларов за фраг стоить. Да, ребята, наша страна такие деньги платить не может. И остается страна-экспортер, это Вьетнам, в который мы везем кораллы. Эти кораллы, к сожалению, во Вьетнаме не самые яркие, не самые красивые, как я уже говорил, такие себе. Но это все, ребята, на любителя. Итак, мы ждем, когда откроют Индонезию, ну и когда, наверное, у нас будет возможность, это прямо тема для тостов, чтобы у нас была возможность покупать эуфилии, которые стоят по 2, по 3, по 4 тысячи долларов за один фраг. Теперь моя грустная история, почему эуфилии с переднего плана переехали куда-то на галерку. Вы знаете, у меня есть два очень модных клоуна, пара клоунов, которые появились у меня в конце лета, которые за это время, пока у меня в аквариуме отъелись, стали такие очень толстые, красивые. И мне кажется, они хотят нереститься. Это большой позитив. Вот, принес эти эуфилии, поставил. Был очень доволен, несколько дней. А клоуны, они, скажем так, селекционные, разводные, никогда актини не видели. Но, тем не менее, они жили и живут сейчас в фунгии. Живут также в колонии дискоактини. В общем, всё хорошо. Когда они увидели эуфилии, они увидели их не сразу, они увидели, наверное, через неделю их. Они залезли. Оба вот так вот, как вы знаете, как клоуны ныряют в актини, очень активно её вот так вот тормошат, кусают щупалки. То есть, когда эуфилия, который стоит, извините за выражение, больше 100 долларов, намного больше 100 долларов. И мне, как бы, очень жалко. Хотя и клоуны очень, я очень люблю, очень крутые клоуны. Что делать, я не знаю. Я отодвигаю их, вот как раз на место топетумов я поставил. Это первое переселение. Это где-то сантиметров 30-40 от места дислокации клоунов. Слава богу, всё хорошо. Клоуны перестали, перестали их трогать. Прошло ещё несколько неделю, неделю, может, две недели. Клоуны нашли, и теперь они ночуют опять в этих эуфилях. Но при том, что они не в зелёные тусуются, они именно в эту бедную, дорогую, голден эуфилю. Мне её жалко, она сразу скукожилась. Я её переставил назад, и теперь она у меня живёт там. Слава богу, за камнями клоуны пока не видят. Но вот я думаю, что делать. Я видел на ресурсах американских, скажем так, когда аквариум с клоунами, и гониопоры, и эуфилии. Клоуны очень так успешно живут в эуфилях, в гониопорах. И, как я понял, никому ничего вреда не приносит. Но что я увидел, вот эуфилии сразу начали сживаться, а там по две головы. То есть, как бы она не очень большая такая колония пока что. То есть, я прям распереживался. Позвонил всем своим умным друзьям. Андрей Мох, большой привет, он мне посоветовал взять обычный глиняный горшок из цветочного магазина Некрашен, распилить болгаркой на две части. И поставить, если они нерестятся. Потому что нерестящиеся клоуны любят вот эти всякие гротики, и любят покрытие глиняного кувшина. Но вот я два поставил этих черепочка. Ничего не произошло, ребята. Они вот как сидели в этих эуфилях, пока я их не отставил, так и сидят. Я провел опрос всех своих друзей. Шансы на то, что эуфилии и клоуны будут жить в гармонии. Это где-то 50 на 50. То есть, они либо будут жить, либо не будут жить. Так, ребят, пожалуйста, в комментариях под видео пишите, у кого был опыт. Может какие-то есть методы и способы, как подружить их, или как их наоборот рассорить. Буду очень рад этому. Также, пожалуйста, ставьте лайки. Мы очень любим ваши лайки. Подписывайтесь на наш канал. Мы вас любим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok